Чтобы трубы горячего водоснабжения не разошлись по швам, необходимо концессионное соглашение. Об этом неоднократно говорили энергетики. Депутаты городской думы прислушались к этому и на днях дали добро на подписание документа между городом и компанией, которая сейчас займется обслуживанием всех теплосетей Кирова. Насколько это было верным решением, мнение сторон собрал Дмитрий Житарчук. Для того, чтобы перевести все городские теплосети в порядок, потребуется 17 миллиардов рублей. При текущем финансировании на это уйдет 95 лет. Такие цифры прозвучали на последнем заседании городской думы. Депутатов они, видимо, впечатлили. Народные избранники согласились с тем, что концессия нужна. Дело в том, что после подписания концессионного соглашения, велика вероятность, что денег на реконструкцию компания, которой город отдаст сети в долгосрочную аренду, будет выделять ежегодно в десятки раз больше. А значит, отремонтируют все вроде как быстрее. Но есть много «но», считают некоторые депутаты. Так, в частности, депутата Владимира Журавлева смущает слишком большой срок, на который сети будут сданы в аренду. Напомню, это 35 лет. Есть у губернатора два срока по 5 лет. Пусть губернатор, он, кстати, тоже является стороной этого и гарантом этого договора. На 10 лет заключает. Мы предлагали 10 лет. С возможностью потом пролонгации. Вот для меня, как для юриста, нет разницы. Или сразу 35 лет. Да, это законодательно возможно. Или, условно говоря, три раза по 10 лет плюс 5 лет. Такая возможность есть. Но у города и у будущих поколений, у будущего руководства появляется механизм, по которому мы можем каким-то образом вносить коррективы. По мнению главы администрации Ильи Шульгина, никакой связи между сроками полномочия руководства города и региона и сроком аренды теплосетей нет. Более того, есть соглашения, уже действующие, когда земли либо недвижимость сдаются в аренду и на 60, и на 90 лет. То есть это нормальный обкатный механизм. Причем этим механизмом мы пользуемся уже на протяжении более 20 лет. Сегодня же речь идет о том, чтобы имущественный комплекс передать в концессию. Концессия предполагает сохранение права собственности за муниципалитетом, кому и принадлежит сегодня имущественный комплекс. То есть в этом плане риски отсутствуют. Более того, все неотъемлемые улучшения системы также принадлежат с момента их произведения и подписание акта о произведенных улучшениях принадлежат также городу. А старший по дому Валерий Семенищев и вовсе произвел свои расчеты и ссылается на данные администрации. Мол, в рамках концессии удастся привлекать на ремонт до 600 миллионов в год. Но эти деньги город может изыскать уже сейчас самостоятельно и без всяких соглашений, считает старший по дому. У нас в районе 300 миллионов рублей уже сейчас заложено в тарифе. Ну, примерно цифра около 300 миллионов рублей гуляет в виде инвестиционной программы. То есть 300 миллионов у нас есть. Дальше второе 300 миллионов рублей – это та сумма, которую не платят организации, но по налогу на имущество. Это вот те же КТК, Ростелеком, там сумма, по-моему, 295 миллионов. Цифру 600 миллионов мы нашли фактически сразу. Просто вот при желании найти ее можно было. Депутат областного законсобрания Владимир Костин считает, что концессия лучшая и зол, нет другой возможности сегодня отремонтировать сети. Но многое не просчитано и сделано как будто в попыхах, считает народный избранник. Коллегам по гордуме необходимо было дать больше времени, чтобы разобраться в ситуации, считает Костин. Если мы будем платить столько же и получим качественную услугу, пускай. Но уверенности в этом сейчас нет. И как раз депутаты городской думы вопрос-то и задавали. Почему такой длинный срок концессии? А точно ли будут инвестироваться эти деньги? Если не будут, какая ответственность у концессионера? Эти вопросы, на них ответы получили депутаты только на заседании городской думы. И то это устные ответы. Как бы там ни было, вопрос закрыт. Концессию депутаты городской думы поддержали. Против подписания концессионного соглашения голосовала и депутат городской думы Татьяна Веселова. Сегодня она у нас в студии. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Поясните вначале вашу позицию. Почему вы против? Да, действительно, по концессии я голосовала против. Сейчас могу объяснить почему. В частности, что должно волновать жителя по концессии? Ни сколько понятия, сколько, наверное, тариф. Как концессия отразится конкретно на сумме его платежки? Ну да, придется, скорее всего, больше платить или нет? И на сколько больше? Да, многие думают, жители, они меньше ли платить? Нет, конечно же, у нас такой фантастики не бывает, когда меньше после очередной реформы платим. Тогда больше на сколько ответов нам этих не дают? Самое близкое, что похоже на ответ, это дал Береснев Сергей Александрович. И тот только на заседании городской думы. Он допустил рост тарифа в пределах того, что мы и сейчас получаем. В принципе, что мы в этом году получили, все, наверное, знают цифру, это 7%. 7% сейчас, 7% потом. Тогда зачем эта концессия? Могли-то плюс, наверное, вкладывать свои заявленные 16 миллиардов и без концессии. Поэтому вот этот вопрос остается в подвисшем. И как мы можем голосовать за? Конечно, нет. Плюсом договор. Специально вот эта вот папочка, которая состоит из 30 листов, нам ее дали только на самом заседании думы. Когда мы ее должны изучить? Я не готова. То есть депутаты, которые голосовали за, скорее всего, даже изучить не успели? Уверена, что не успели. Возможно, они доверяют больше администрации, доверяют больше Т-плюс, чем я могу доверять им. Просто за красивые глаза я не хочу давать им такое согласие. В рамках этого соглашения КТК предлагает привлечь около 600 миллионов рублей ежегодно. Сегодня они тратят на это только 60 миллионов рублей. Откуда они будут брать деньги, если тем более тариф особо повышаться не будет, как они утверждают? В этом тоже у меня большой вопрос. И поэтому, как бы эти 7% не превратились в 15%, а то и более. Потому что концессия, она подразумевает собой инвестиции. Инвестиции подразумевают собой, наверное, возврат средств. А возврат средств, это позволяет концессия. Вот этот замкнутый круг, он не позволяет сейчас довериться Т-плюс, довериться администрации и отдать отопление горожан в руки бизнеса. Тем более, это бизнес. Регулировать тарифы будут на региональном уровне или федеральном? Тут есть несколько уровней, когда спускает федерация свой индекс допустимый. И здесь у нас еще на регионе допускается предельное повышение. Конечно же, наши воспользуются максимальным возможным повышением. А сколько вот максимальная планка? Ну вот сейчас это уровень 7%, чему пользуются наши коммунальщики. Они защищают свой тариф. А концессия, насколько я ее поняла, насколько я успела в ней разобраться, она подразумевает возврат вложенных средств. Они защищают, Т-плюс будет защищать свой тариф в РСТ, а РСТ будет опираться на то, что концессия позволяет им вернуть средства за счет тарифа. То есть опять за все заплатим мы горожане. Что вы тогда предлагаете? Мы предлагаем... Ну сеть действительно старая, ей нужно заниматься. Какой тогда другой выход? Ну а нам и других никаких вариантов не дают. Мы вообще предлагаем сейчас, оставьте вы расходы горожан в покое, не повышайте. Мы всегда выступаем за мораторий на расходы, на тарифы. И займитесь доходами. У нас доходы горожан катастрофически падают ежегодно. Так бы они стабильно росли, как расходы, наверное, вопросов бы не возникало. У нас в следующем году платежка за мусор придет даже на младенца. Двухмесячный ребенок будет платить за мусор 130 рублей. А хотя, когда последний раз детские пособия увеличивались, я не помню. Сегодня в нашей группе ВКонтакте мы провели опрос. Решили спросить мнение зрителей, как они относятся к тому, что теплосети Кирова передадут на 35 лет. Было три варианта ответа. Я против, так как плата затопления в очередной раз повысится. Так проголосовали 70%. Это большинство. На втором месте вариант ответа считаю это необходимым решением. Только так можно привести теплосети в порядок. 17% голосов. И концессия нужна, но не на такой длительный срок. 13%. Но все-таки, судя по опросу, большинство против. Потому что боятся, что повысится именно тариф. Оснований полагать, что не будет того, что прописано в договоре, конечно же, есть у жителей. Как у нас исполняется этот ЖКП ремонт? Когда у нас или ремонта не видят, либо видят через два года обещанного срока. И качество их страдает. А вы общались с теми депутатами, кто проголосовал за? Чем они это объясняют? Они объясняют это тем, что нет других вариантов. Но нам не другие варианты и не предлагали. Ну, в принципе, в договоре, который нам предлагает конституционное соглашение, он может хоть на 35, хоть на 50, хоть на 100. Но должна быть уверенность в сохранении тарифа. Желательно вообще без повышения. То есть необходимы какие-то гарантии? Конечно. И если будет сто раз договор написан правильно, в пользу жителей, но контроль обязательный. Поэтому наше предложение по общественному контролю Илья Вячеславович Шульгин принял. Мы этим воспользуемся предложением и согласием. И тоже пользуемся случаем, обращаясь к общественникам, чтобы они приняли это же предложение и бы участвовали, что в подписании соглашения, перечитав все договоры до его подписания и в последующем при вложении инвестиций. Трубы ли нам там закапывают или бумагу. Что мы получим через 30 лет. Спасибо, что сегодня ответили на наш вопрос. Напомню, в гостях была Татьяна Веселова, депутат городской думы. Спасибо. Спасибо.